Пятница, конец рабочей недели. Вот только трубники вместо запланированного отдыха спешат на стадион труд. Впервые здесь пройдут соревнования производственных бригад. Программа соревнований традиционна. Легкоатлетическая эстафета 4 по 100, прыжки в длину и метание ядра. Цеха выбирают самых сильных и направляют сюда на соревнования. Это традиционные соревнования, они проходят каждый год. Программа спартакиады, наверное. Традиции мы не нарушаем. Но погода, так сказать, сопутствует всему. Ну а физкультурно-спортивный комплекс, мы готовились к этому мероприятию. Мы впервые выставили на стадион аппаратуру новую, которая была приобретена для качественного звучания. Мы подготовили все трибуны. Трибуны все зачищены, покрашены. Поэтому мы сейчас планово находимся в фазе такой мобилизационной подготовки к Дню Металлурга. Владимир Леонтьев сегодня тоже на стадионе. Но где ему еще быть? Ведь он физорг электростолеплавильного цеха. Кстати, из заявленных 23 бригад, три представляют электростолеплавильное производство. К ПЦ у меня выступает до 93% бригад. А в общей должности сколько человек сегодня будет? Не можете сказать? Ну даже нет. У меня 12. Три бригады. Бег 100 метров. Вот это самый сильный. В каждой команде есть по два человека, которые могут вытащить команду. Будем болеть, ждать, смотреть. Перед началом соревнований заводчане разминаются. Александр Зинков уже больше 10 лет выступает за свой родной цех «Электростолеплавильный». Неоднократно он становился чемпионом во всех трех видах легкой атлетики. А однажды из-за неудачного приземления после прыжка в длину делится Александр получил травму. Но от этого интерес к спорту не угас. А наоборот, еще больше возрос. Особенно к бегу на короткие дистанции. Каждый человек чувствует, когда есть свое, когда нет своего. Это не мое. Спринт, любимая дистанция, спринт, ядро. Каждый хочет победить. Это же командное соревнование, не только от меня зависит. От всей команды. Как команда выступит, а я уже как бы все, что от меня требуется, сделаю. И вот дан старт сегодняшним соревнованиям. Одновременно на нескольких спортивных площадках заводчане меряются силами в ментальные ядра и прыжках в длину. А по соседству проходит традиционная легкоатлетическая эстафета. Полтора часа пролетели как один миг. И вот уже известны итоги соревнований. В эстафете первое место уверенно одержала команда термоотдела трубопрокатного цеха номер один. Вторыми стали работники кранового хозяйства СПЦ. И третье место досталось бригаде насосно-фильтровальной станции Энергоцеха. Относительно личного первенства. Здесь сразу в двух видах программы победу одержал Александр Зинков. И еще в общекомандном зачете на первой ступеньке пьедестала оказалась бригада участка ДСП смены А электросталиплавильного цеха. Вторыми стали их коллеги по цеху бригады участка МНЛЗ. И третьими работники Энергоцеха. Татьяна Усынина, Сергей Чижов. Новости нашего города.